Короче, вот, Иппа, ты же молодой, ты этих видосов не делал. Иппа, оцени меня как видеоблогера. Сейчас вот ролик, он не открывается в этом. Твой ролик? Да, да, у меня там ролик был. Так я же... Я, кстати, ты не поверишь, я месяц назад, мне в Ютубе почему-то попались твои ролики, я с таким захлебом пересмотрел. Мне так обидно, из-за того, что ты мог бы сейчас... Че ты угоряешь, ты там че-то другое хочешь показать? Это, кстати, не шутка, мне Иппоп это рассказывал. Да, да, я Ярику расскажу. Почему ты перестал? Не-не, у меня другие ролики. А, да? Ну давай. Че-че, ну похвалите еще чуть-чуть. Ну давай, похвалите. Но, мне кажется, что, знаешь, ты слишком рано это сделал, интернет был еще не готов. Вот если бы сейчас ты с этим залетел, то, блядь, 20 тысяч подписчиков обеспечено. Блядь, точняк, точняк. Он тебе не льстит, он мне то же самое говорил по тебе. А я так и думал, да, да. Сейчас все думают, что я угорал, типа, из-за этого смешного. Никто же не знает, что я на полном серьезе это делал. Тихо, тихо. Тихо, тихо. Вот это мой самый популярный ролик был на старом канале, где я делал хейт-видео. Что такое Майнкрафт? Игра для умственно отсталых людей, не наигравшихся в конструктор в детстве. Пиксельная графика и квадратовитные предметы. А подожди. А, а там должен быть звук? Я думал. Ну, смотрите на стриме тогда, я не знаю. Марик, а не, подожди, я давай заново запускаю. Посмотрите на стриме. Что такое Майнкрафт? Игра для умственно отсталых людей, не наигравшихся в конструктор в детстве. Пиксельная графика и квадратовитные предметы для них считаются нормой, о чем говорят высокие продажи и популярность игры. Вся суть игры, уйма часов мозгоёбства и добывания ресурсов, чтобы убить вытянутую квадратную залупу и тем самым пройти игру. Но после этого, ничего не меняется, никакого скрытого смысла развязки сюжета не будет. Это ж, блядь, Майнкрафт, привыкай. Хотя было бы что раскрывать, ведь сюжет отсутствует как таковой, собственно, как и логика в этом странном мире, где угол поворота рельс зависит от стороны света. Однако мне бы было плевать на эту убогую игру, если бы не нынешняя ситуация на ютубе. Ютуб утупили летсплеи, обзоры модов и самое главное, что их смотрят такие же школьники, как и сами производители этого дерьма. Причём, эти самые летсплейщики стали героями нового поколения, хотя занимаются они лишь клепанием роликов, дабы нажиться на своих узколобых фанатах, которые любят обсуждать это на лагающих серверах человек на 300. Ставь лайк, если любишь Майнкрафт. Тихо-тихо, чё там в конце? Бля, дебил. Бля, ну ты заросил. А подожди, а кто это озвучивал? А я кого-то типа нашёл, он озвучивал мультики и мне видос. А то есть ты писал эти слова? Слова писал я, озвучивал он. Ну тихо-тихо, ну мне 14 было, бля, чё нахер? А ты специально типа, ну, хейт-контент намеренно или ты реально прям зубы скрипели у тебя от Майнкрафта? А скажи честно, это после того предательства, где твой друг разбогател на Майнкрафте и кинул тебя? Ты решил так ему отомстить? Это было до, кстати, это было до. А, это до? Он из-за этого и не стал мне кидать лайк. О, бля, не-не, это было, знаешь почему? Я же просто, это же был формат конкретный, я это спиздил у Хованского. У него было, как же... Как я, бля, ненавижу или чё-то типа, он? Или как же я, бля, люблю? Как же я, блядь, люблю, мне кажется. Как же я, блядь, люблю. О, нихуя, тут даже кто-то такие до сих пор видосы делают. А, а, раз, раз, шай нам. Ща, ща. Добавляйтесь к мне в жопу, ой, не то в группу. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Наши, их-ни, тоже. Алм, кстати, играет, видимо, на этом самом. На ACA. Дебать, почему у меня справа дёрти монка в Anomaz? И почему у дёрти монка все, опять зрители? Нужской ACA? Ну ладно, здесь нихуя интересного, я понял. О, а можешь выше? Там Начо Саламанка, или как его звали? Начо Варго. Выше, лучше. Выше, выше. Это же не Бангвард какой-то на движение. Не, во, во. А, подожди. А, нет, я перепутал. Всё, извиняюсь. Нихуя не понятно. Из Бэд, как он называется? Из Брэкинг Бэда думал. Который Масса играл. Да, во, во, вот это было. Ебать, как я люблю девушек. Девушки, это же просто заебись. Я ведь просто обожаю, когда мне выносят мозг охуительными историями про то, что Лена с работы такая сука, или что Маша и её парень купил машину. Блядь, я так охуенно рад за Машу. Может, Маша и меня покатает? Я охуенно люблю опаздывать из-за того, что моя благоверная провела три часа перед зеркалом, рисуя себе брови. Да, ну это реально жиза, блядь, пиздец. Выщипала, блядь, свои настоящие брови. Блядь, пиздец, блядь. Самые логичные вещества на планете. Ещё я обожаю смотреть с девушками фильмы. Зачем смотреть то, что я хочу? Эти фильмы я могу глянуть и без неё. Фабека Шаушенко, Заводной апельсин, Тёмный рыцарь. Это ведь просто пиздец, как скучно. Мы лучше посмотрим самый лучший фильм. Потому что Гарри Карламов такой Кашишка, блядь. И как же я люблю... Время-то всё по местам расразилось. Тысячи дней с момента вашей встречи. Косяк! Не сказал по телефону, что любишь её? Косяк! Посмотрел на жопу проходящей мимо девушки? Нет, это уже не косяк. Тут тебе просто пиздец. И как же я люблю вопросы с подвохом. Вроде... Ты меня когда-нибудь изменял? Катя симпатичнее меня? Или я потолстела? Что бы я ни ответил, я всегда рассчитываю на это доброе и нежное... Сука, только и можешь что врать! Кати в свои жирные шлюхи! Тварь ёбаная, ты меня не любишь! А больше всего я люблю, когда девушка обижается на хуй пойми что. И на вопрос, что случилось, следует самый логичный из всех возможных ответов. Ничего. Всё в порядке. Ебать! Как же я люблю девушек. Слушай, ну... Для ролика 11-летней давности он даже проходит немножечко проверку временем. Он даже не так плох, как мой ролик. Да, всё-таки, видимо, у Холландского чуть получше было. Мне казалось, что мы наравне делаем, честно признаюсь. Мне кажется, что людям понадобилось 11 лет, чтобы понять, что фильм самый лучший фильм. Ну, оправдывает своё название. Да, да. И Харванс... Ой, блядь. Харламов няшечка. Так, ну, вообще, мы собирались смотреть Кавай Фокс, конечно. Кавай Фокс! О, а что у меня там? Сможете одним словом? Что и что? Последний видос. Ну, вот... Большая распаковка, да? Как я стала Кли. А, как я стала Кли. А ты знаешь, что такое Кли? Да, да, это из Genshin Impact'a. Бомбита. Ну, бля, ну это и так понятно. Тут название написано. Скинь ссылку на свой. Ну, я его нашёл только у себя на диске. Я не знаю. Видимо, его никто не переизолил. Там было 100 тысяч просмотров, но, видимо, те, кто посмотрели... Там Тимур, нахуй, на двух листах, блядь, написал, почему его нужно разбанить. Надо его разбанить. Я не знаю, как, правда. Сейчас, секунду. Ну, да, да. Это, кстати, Максим говорил, кстати, правду. Если контент, типа, интересный, то люди его сами сохранят, в веках передадут. Как видите, работает. У него на бусте такой, ахуй, чё у него на бусте? Я не хочу. Я нормально. Как вы знаете, я часто для своих косплеев делаю какие-нибудь прикольные штуки, аксессуары, укладываю парички. И вот недавно для своей фотосессии я делала вот такие очаровательные бомбочки. Это бомбочки персонажа Кли из Egregation Impact. И в этом видео я хотела бы показать вам и рассказать, как и из чего я их создавала. А также бонусом я покажу вам, как я создавала ушки для этого персонажа. Кстати, по такому же принципу можно будет создавать ушки для подобных. Блин, ипа, ипа. А вот представь, короче, ситуевина, да? Типа, фест, да? Ты пришёл на фест. И увидел её, подходишь и говорит, здравствуйте, можно сфотографировать? Она говорит, ну да, ну вот, конечно, можно. И она вот в этих ушках стоит. Ушки потрогал бы? Ну, без разрешения, типа. Ну, нет, нет, как я без разрешения потрогаю ушки? Это, знаешь, интимная вещь. Ипа, на самом деле, в жизни очень чуткий и галантный мусор. Нет, не прав! Нет! Я такой бунтарь, я бы ей сразу в трусы пальцы засунул и начал бы. Он её придерживал в клубе. Ну, это не значит, что я чуткий, Ярик. Ипа, очень учтивый. Я просто сильный. Можно на этом. Две двери выдержит. Что тебе, Таш? За ней. А попросил бы тогда за ушки потрогать? Нет, я же сказал, а зачем трогать ушки? А за что бы ты её потрогал? Я уже сказал, за что бы её. Я бы ей руку, пожалуйста, такие прекрасные косплеи. А смотри, у неё на щеке... Она за наших! Посмотри, у неё на щеке что? Укли, укли. А, укли? А, вот the hell. New Balance. Ну, я это и не знаю. ...персонажи, поэтому обязательно смотрите это видео до конца. Я думаю, что оно для вас будет интересным и полезным. На Азоне я заказала набор динозных шаров. У меня их 5 штук. И также я заказала акриловый грунт, который мне тоже понадобится для работы. Первым делом я стачиваю дно шаров, чтобы они были более устойчивыми и не перекатывались, когда я их буду ставить на фотосессии. Делаю я это с помощью крупной наждачки. И также я ещё вот такими вот вдавливающими движениями сплющила дно шаров об стол. И теперь, если сравнить два шарика, то мы видим, что один стоит спокойно, а второй начинает падать и перекатываться. Я просто подумал, что вы уже... Ну всё. Аку-сая... Там ещё, знаешь, мне нравится... Стань Гитлером в песне поётся. Стань Гитлером. Это в какой? Ну вот в этой, которую ты сейчас спел. Аку-сая... Стань Гитлером вскоре. Что, так? Ну нет, там, знаешь, как засемплировали. Как у Shadow Rays вначале, ну, кто-то говорит. Как можно стать Гитлером, если он уже, ну... Типа, вторым? Ну, можно. Ну, у него уже не получится с теми же идеями прийти, очевидно. Гитлер 2. Ну... Сиквел всегда хуже. Не знаю, какая-то хуйня. Не согласен. Ну, неосуществимая хуйня Гитлер 2, если честно. Гитлер 2 невозможно. Гитлер 3, наверное. Вот третья часть всегда самая удачная. Я не знаю. Это, наверное, второй. А Путин это, типа, какой? Блядь! А ты что, в Турции остался? Пиздеть, так бодро. Нет, нет. А у него постоянно... А у меня динамический IP просто. Ну, меня вычислить невозможно. Ну, кроме той фотки, где Ярик тебе руку жмёт. Да, да, и где ещё это подписано? В каком баре мы, типа, и где? Да. Не, я хотел сказать, что не знаю, из чего будет сделан второй Гитлер, но третий точно из камней палок. Ну, и какие-то размятины, непонятные. Блядь, это разъёб. А чё вы? Жаль, мало в наше время образованных. Поэтому сейчас я буду это всё заделывать. Для этого я использую шпатлёвку. У меня шпатлёвка в таком вот ведёрке, очень удобно хранить её таким образом. И у меня её достаточно много, потому что я довольно часто её использую. Да, я вообще хотел сказать, что у меня всё это время мысль была, что косплееры, конечно, пиздец заёбываются. Так прикольно, что их никто, ну, нет их, их индустрии не существует как таковой. Невозможно сделать что-то универсально для косплееров. Поэтому им приходится выдумывать, что для них что-то сделали, типа, например, вот эти шарики. Они же вообще не для неё делались. И она пытается подстроить их под то, что у их развлечения есть какие-то, типа, не цели, а инструментаж понятный каждому. То есть, ну, у строителей есть. Но очень мало. Разные линзы для этого есть на глазах. Ну и, очевидно, всякие уши накладные, вся хуйня. Ну, уши не для косплееров. Ну, а костюм, и ты как делаешь? Ну, костюм, и понятно, дело, сам. Вот, да, они постоянно, я смотрю все эти выпуски, они всегда из говна и палок что-то мутят. Ну, в этом туть косплеерства, что если бы готовая продавалась, бы не то уже было. Ну, продается готовая вообще. Да, продается. Ну, что, типа, шлем из Fallout'а? Это тема? Не-не, костюм Genshin Impact, клей. Да, я уверен, всё что угодно у тебя найдётся. Просто забавно каждый раз смотреть, как они из говна и палок делают, и я каждый раз думаю, вы настолько любите своё дело, вас никто не признаёт. Я каждый раз думаю, это что, это третий косплей? Не понял. А-а-а-а, ебать, я понял. Callback, callback. Я, ебать, но там из говна и палок было, тут типа... Ну вот. А-а-а-а. Кам... Ебать, что это? Это for real? А, ты знаешь... Что вы скидали? Мне обидно то, что мы не рассмаковали шутку Ярика на прошлом стриме, где он сказал, что подходит парень, хочет жвачку по рублю, достаёт и рубит. А я понял её, понял. Ты понял, да, но мы могли бы её сейчас, знаешь, как-то раскрутить, и мне так стало стыдно за то, что, ну, не поняли тогда эту шутку гениальную. И я знаешь, что придумал? Типа, подходит парень... Смотри, ты скорость. Сначала. Ебать! И по... Вы думаете, это правда? Я не могу это. Это бинго, это бинго. Какая-то она слишком худая на этом фото. Это на бусте? Гойда! Там такая гойда на бусте у неё. А мне больше не интересно её смотреть, если честно. Геншин? Ты думаешь, это геншин? Ну, может быть, это типа под каким-то углом геншин. Ну, в геншине тоже был геноцид ближайшей страны. Блядь! Мне кажется, это фотошоп, да, я думаю, это фотошоп. Хорошо, что я не показал, что за фотка. Да, а чё за шутка была? Это, я извиняюсь, это вот её парень, когда ушёл в армию, вот она уже таким занимается. Она одна, типа... Это она за него гробовые получила. Теперь можно... Да, помянуть. Не, ну это ужасно, конечно. Изменяю парню, пока он... Чё он с ним? Взрывай. Или мёртвый. Ебать, как я люблю женщин. Блядь, тихо, давайте не сядем в конце стрима. Ладно, похуй на бан. Блядь, давайте не сядем. Шутите лучше про что-то, что на Твиче запрещено, чем то, что в России запрещено. А как я зовут ещё раз? Sweet Fox? Ой, подожди, Tori Fox? Какой у него льняк? Kawaii Fox. Всё, всё, придумал шутку. Ну вот, по вчерашним событиям. Подходит, значит, мужик... Или кто там... А, подходит парень и говорит, хочешь жвачку, порублю. Он достаёт жвачку, рубит. И тут товарищ прапорщик, не поверите, жвачка превращается в 12-летнюю девочку. Ну вот такой вариант был. Типа рубит. Лёвки на вмятину... Не-не, а можно, можно это, реабилитироваться? Подходит, значит, парень к Алисону, говорит, хочешь жвачку, порублю. И тут товарищ прапорщик, вы не поверите, жвачка, порублю превращается в пинпон... Шарик для пинпонга. Ой, для пейнтбола. Блядь! Это ещё забавнее, потому что я точно так же вначале сказал для пейнтбола, и проебался, потом сказал пейнтбола. Пейнтбола, пейнтбол. Нихуя себе придумали, блядь. Угу, одно и то же. Угу. Да я не... С помощью такой вот картонки, это у меня вообще какая-то гидж. У меня подписка на Варкрафт закончилась, я сейчас пойду вешаться. У меня руки запреслись, я одежда. Этикетка. Но в целом, не важно, чем разравнивать, главное, чтобы это было что-то твёрденькое и работало типа как шпатель. После высыхания получается такая вот корявая штуковина, и теперь нужно всё это обработать с помощью наждачки. Я использую наждачку крупного размера, изначально я взяла маленькую наждачку, и она, если честно, вообще никак не справлялась с этими излишками шпатлёвки, поэтому я перешла на более крупный размер. Ну и, конечно, дело пошло намного лучше. Хорошенечко наглаживаю шарик со всех сторон, убирая все-все-все излишки. И в итоге получается вот такой вот хорошенький, аккуратный, гладенький шарик. Конечно, всё равно встречаются некоторые царапинки и вмятинки, но в целом он уже выглядит намного лучше, чем изначально это было. Далее я буду покрывать все шары акриловым грунтом. Чтобы было удобнее работать, я насаживаю шарик на зубочистку, и затем эту зубочистку я втыкаю в кусок пеноплекса. Таким образом, я делаю что-то типа подставки, так будет и работать удобнее, и сушить. А всё прикол, она из шарика сделала шарик, блядь? У неё же и был шарик. Нахер это... Она нанесла шпаклёвку и потом её же счистила. Ну, шпаклёвка нужна, чтобы все неровности закрыть. Чтобы не было трещин, вмятин всяких. В шаре? Ну, да, но он же из пенопласта, он поролоновый, типа. Так из пенопласта или из поролона? Да я иду. Хуйня какая-то, да? А почему я и ты КПМ не занимаюсь? Я думал, ты решил собрать все самые нёрдовские увлечения. А косплей для женщин? Ну, не... Не согласен. Кстати, а нет такого, что... Ну, вот эти женщины-косплеерши, они же постоянно группами ходят. То, что типа... С кем ещё обсуждать это? Только с другими женщинами-косплеерами. И ты бы там жёстко, типа, вписался. Да... Что? Нет, во-первых, косплеерши... Ну, не знаю, все косплеерши, что я знал, это... Очень душные бабы. Нет, типа, знаю... Ну, я подумал просто... Ты прикинь, вот вы едете на этот... На Комик-кон в десятером. И они такие... Ярик, понесёшь наши костюмы? И ты такой одной рукой... Хуяк! Десять костюмов. Они лесбиянки все. Что? Ты никогда с косплеершами... Ладно, никогда с... Блядь, ну вот с этими я не общался никогда, я не могу слово выговорить. Косплеерша! Ты никогда с косплеершами не общался? Нет, я... Ну, косплеершами... Это ж самый распространённый вид женщин, да, Ярик? Ну, с моё подъёте. Да-да, каждая третья женщина косплеерша, по статистике. Ну, нет-нет-нет, косплеерши нет. Нет-нет. Я не знаю почему, но вот... Они все гумозные. В той или иной степени. Ярик, ну... Я думал, ты бы вписался в косплеерши. Бля... Нет, я просто... Ну, ты так говоришь, как будто реально это такой... Распространённый опыт. Нет, я... Ну, нет. Ну, я общался с косплеерши бы. Так, нормально общался. Ты ставишь крест на косплеерши. Да. Понял. Я не скучаю... Потому что думала, что так работа пойдёт быстрее. Но на самом деле я ошиблась, эта кисть очень грубая, и поэтому она просто-напросто снимала. Нашпаклевала его. Так. Есть идея, чтобы грунт лёг нормально. А, я думал, что было похоже на яйца. Слой грунта оставляя некрасивые следы. Поэтому я уже решила не мучиться и взяла кисточку поменьше, но зато она более мягкая. Это, кстати, кисть синтетика. И с ней работать было намного приятнее, потому что она не снимала лишний слой, не оставляла никаких грубых царапин. Но с такой маленькой кисточкой, конечно, покрывать приходится немножко дольше, чем если бы это была какая-то крупная кисть. Зачем ты мне это кинул? Пока шары будут сохнуть, я буду вырезать все остальные детали. Ушки, цветочек, прокантовку. И вырезаю я это всё из тонкого фоамирана. Конечно, было бы лучше взять фоамиран сразу под нужный цвет, но у меня не было такого под рукой, поэтому я взяла тот, который был. Но в целом ничего страшного, потому что я это всё потом перекрою грунтом и просто-напросто покрашу нужный мне цвет. Мне нужно вырезать 10 пар ушей и 20 лепесточков для цветов. После вырезания я приклеиваю всё на вот такой вот клей, который я купила в фикс-прайсе. Он не очень дорогой, имеет достаточно большой объём, удобная баночка у него. Я картинку вспомнил, на кого я похожа. Почему у бурятов? Нет, там та же первая картинка, на кого я похожа. Я считаю, конечно, русской. Ахахахаха. Почему у бурятов ебло, как тарелка? Бля. Бля. И он хорошо показывает себя в работе. Достаточно быстро высыхает, надёжно. Я сенью няшу в это обратил в антихайп. Мы с ним ещё на один концерт пойдём вместе. Да мне похуй, я его, блядь, на работу устроил. Я думал, он мне хоть пятёру закинет, блядь. Он мне нахуй, нахуйю провертел. Я вообще с ним не хочу знать его, не хочу. Ладно. Удаляю. Раньше я работала с клеем момент кристаллы, и он очень дорогой по сравнению с этим. Плюс сейчас он стал ещё дороже, чем он был изначально. И мне не очень нравился его тюбик. Всё-таки с такой баночкой мне лично работать удобней. Ушки приклеены. Теперь мне нужно сделать стебелёчки для цветов. Делать я их буду из вот таких прозрачных палочек. И на самом деле это палочки для воздушных шариков. Я ещё давно покупала себе набор таких палочек, и они периодически пригождаются мне для создания аксессуаров к моим косплеям. Отмечая нужную длину, нарезаю необходимые кусочки. И теперь я буду придавать им форму изогнутую, потому что они сами по себе ровные. А на бомбочках стебельки явно не такие прямые. Ой, я говорю, вот что это из трубочек для воздушных шариков? Она делает лепесточки? А я, кстати, ну я действительно охуеваю, потому что для меня это было типа в трудах, максимум до пятого класса, где вы какие-то, блядь, эти делаете. Я вот тогда последний раз на улицу пошёл, листья взял, в книгу засунул, засушил. Всё, это последнее, блядь, рукоделие, потом на открытку приклеил. Это осень, здравствуй, золотая осень. Вот такая открытка, разными фломастерами и лепесточки. Вот это максимум мой. После этого вообще ничего не делал. А ты типа делал? Да. Чё это что? Я руками чё-то делаю. Я буквально художник типа. Ну, так это рисовать. Помогло работу найти. Я не ищу. Так не, ну, рисовать, ну, что ты руками-то делал? Ну... Блядь, да ты меня выводишь на тему, из-за которых с меня опять ржать будут в чате. Я устал так жить. Так ты сам к ним привёл, ты такой, ты никогда ничего не делаешь, думаю. Я такой, что, например? И ты такой, да я не буду рассказывать, меня затравит. Я не так сказал. Он, наверное... Бля, он, наверное, хочет сказать, что он миньки красит. Это типа он руками делает. Ну, не только, но в миньках есть такие темы, когда ты из них вертишь, понял? То есть там как бы можно кастолить по этому хуйню. Ещё лего, когда человечков собираешь тоже руками. Всё такое миньки. Вы так обменялись, я думал, это угарку. Скульптура вархаммеровские. Раскрашивать. Я на... Это... В художественной школе у меня репка была. Типа скульптура. Вот. Видишь, никто не смеётся. Да, все уже... Все уже... Да, всё... Не-не, никто не смеётся. Сильно плавится, трескаться. Я так несколько палочек испортила. И, конечно, желательно работать в перчатках, потому что рукам становится очень горячо. В итоге у меня получились такие вот палочки. Я каждый старалась придать свою индивидуальную форму. И чтобы прикрепить эти палочки к шарикам, я делаю в шарах такие вот отверстия с помощью ножниц. Смазываю кончик палки клеем и вставляю в дырочку. Во-во, видишь? Вот эти ватсаповские. Да, подошли. Измеряю окружность шарика, чтобы сделать окантовку и вырезаю её из тонкого фоамирана. Не, ну я в натуре просто, я не... не это... А открытки мне нравятся делать... Не практикую такую, поэтому для меня это странно. Ты открываешь, и там 3D рисунок вылазит. А, а я думал, этот глиттер бомб. Нет, нет. Я вообще на ТикТок видел. В смысле, какой? Где в конверте глиттер бомб, и там открытка, которая поёт 3 часа. А, так да, да, да. Ну, так у них канал целый, они продают кучу таких. Я один видос только видел. Не, я уже видос 20 дней. Умею ли глину месить? Да, умею. И с мужичинами тоже ебался. Ну, понятно. Между ушками и шариком получился такой небольшой порожек, и я хочу его сгладить. Для этого я также буду использовать шпатлёвку. Наношу толстенький слой и хорошенечко размазываю. И так, ребята, у меня всё подсохло, и прямо сейчас я сижу вместе со своими ребятками с Ютуба и Свича. Мы прямо в прямом эфире. Кавай Фокс Тян. Кавай Фокс Тян. Кавай Фокс. Чё, рейдим? А, блин, стрим же может быть не заведён. Дед заводит стрим. Ой, я только хотел разрешить хуесосы. Хуесосы разрешено, да? Да-да, а почему нет? Угу. Блин, у меня не грузит её канал. Ща, надо в нормальном браузере проверить. А у неё на 300 фолловеров больше, чем меня. Всё, я завидую. Доделываем эти мои бомбочки. Я всё показываю, рассказываю. Можете поздороваться, ребят. Я сейчас снимаю чатики. Так, тихо-тихо, проверяем, есть ли знакомые Ники. А у него, кстати, какие-то боты сидят, смотри. 2, 5, 6, 4, 4, 4. Да-да-да. Все подписаны. Сейчас потом увидят зрители с моего Ютуб-канала. Так что можете что-нибудь им передать. Передавай привет подписчикам. Вот, вам привет. Во, ребят, ребят, смотрите. Вам приветики перевели. Вот ещё приветики. Смотрите, сколько приветиков валится. Это так мило. Дебиллойд 1, 4, 3, 3. Так что, если вы хотите тоже общаться со мной в прямом эфире, то подписывайтесь на мой Твич, на Ютуб-канал. Ссылочки будут в описании к ролику. Ну, а я продолжаю отшкуривать все эти... Я ещё сегодня приготовила суп. Я в своём видео, кстати, рассказывала о том, что мы в Питере ходили в чуфальню. И там мы дышали супчик. Что такое чуфальня? Чуфальня? Я не знаю, но... Ой. Я бы не ходил в чуфальню. Теперь мне показался довольно странным. И, короче, я сегодня... Как-то так получилось, что оно у меня само так... Ну, видимо, ну... По этим, да. Вышло, что я повторила этот... По картинкам? Либо пошлое. А, я думал, ты по этой говоришь, по фотке. Не такой желейный, как это было в чуфальне. Либо пошлое, либо переводка. Блин, вы не понимаете, да? Видимо... Видимо, вы не понимаете. Ча... Так, так. Пошлое, не пошлое? Вы посмотрите, вот у неё тиктоки были. Там, кстати, она сама выкладывает свои тиктоки. Подборка своих тиктоков. Это подборка её тиктока. Вот посмотрите, пошлая она или нет. Безотходная производство. Подборка ваших тиктоков. Подборка HAVC. Подборка, смотрите, пошли. Если угодно, смотрите. Где она? Как не она? Как ложь, по-моему. Где она? Дирек, ты знал, что если парик надеваешь, то человек не меняет? С ума сойти. Чего сейчас дальше всё с ним? Чья-то дочь, напоминаю. Субтитры делал DimaTorzok Да это слишком дебилно. 3,2,1 6,1 6,1 7,1 9,2 10,2 11,3 11,1 13,4 15,5 16,4 16,4 15,4 17,4 И она руками ваяешь. Назвалась Фокса, будь шлюхой. Кстати, в натуре, это слишком порнографическое. Фаппининг бук? Ой, бля. Кстати, на этой фотке кажется, как будто у него хуй. Извини, я знаю. Если я вот так же встану в такой же ракурс и буду закрывать хуй, я его спокойно так закрою. Я там еще до сотсин кинул. Идти это тоже. Что? Блядь. Так вообще похуй, что он не шел в армию. Она так и так шлюхой была и останется. Бля, да что ты такое говоришь нахер? Зачем ты нахуй говоришь про женщину шлюха, Ярик? Она же чья-то мать. Будущая. Двоюродная сестра. Будущие мамы. Просто эти телами парни, не бойтесь обнимать их сзади. А, что? Не, у меня другая мысль была. Не шлюха она? Подожди, это вопрос или нет? Она не шлюха. Как она может быть шлюха, если у нее все время один и тот же парень? Вот там в начале тиктоков было видно этого парня. Этим тиктоком уже лет шесть. И вот сейчас у нее тот же парень, она его из армии, блядь, дождалась. Пёс, Ярик, я тебя меньше знаю, чем она своего парня. На бусте к ней зайди. Сколько у нее там платных подписчиков? Вот столько у нее парней. Ты думаешь, она со всеми встречается? Я думаю, что они все ее пизду видели. Я не видел. Тем более, ни на одной фотке пока что не было. Не было. Пока ни одной фотки не кинули. Я не понял, почему вы... Я не понимаю, почему ты ненавидишь всех женщин. Блядь, почему, когда я за женщин, вы спорите со мной, а когда я против, вы тоже спорите со мной. Вы просто спорите со мной. Просто так спорю. Нет, мы не спорим. Меня раздражает твое потребительское отношение ко всем девушкам. Ну ты ли, Ярик, иногда вот после тебя на женщину смотришь, и сразу видно, Ярик через нее прошел. Это как? Это как? Ну почему видно? Ну типа знаешь, как будто вот на нее наступили, и как на банку с соком. И вроде все то же самое, но уже типа не та же женщина, что была. А они тебе лучшие годы отдают, кстати. Они в курсе? Кто они? Женщины. В целом, как концепт? Ну нет, ну я уверен, что Ярику почему-то только лучшие годы перепадают. Что когда я теперь встань? Ой, это, кстати, классное аниме. Нет, косплеерша прекрасная женщина. Я не знаю, почему ты, Ярик, всех косплеерш считаешь шлюхами, траханными в рот. Это просто мерзко слышать такие вещи. А представь, твоя бы сестра была бы косплеершей. Ты бы так же высказывался? Да, за семейным ужином. А вот девушка была бы косплеершей. Я бы не стал встречаться с девушкой. Ой. Ну понятно. С косплеершей не сталкиваться. Может поэтому ты к ним так и относишься потребительски? Потому что они для тебя всего лишь ширма. Да, борода. Что? Но есть проблемка. Я его не засолила. Как всегда, да. Это моя больная тема. Не засаливать блюда. Но знаете, что лучше не засолить, чем пересолить. После обработки наждачной бумагой я заметила, что переход получился не совсем гладким, как я это себе представляла. Поэтому я беру кисть, смачиваю ее водой и наношу влажной кистью небольшой слой шпатлевки, чтобы лучше сгладить все необходимые места. Когда шпатлевка становится влажной, она такая мягенькая и наносится, как будто это какое-то масло. Таким образом можно нанести тоненький и гладенький ровный слой. Не знаю, неплохо получилось с натурой. Вот такая основа для бомбочки у меня получилась, и теперь можно переходить к покраске. Для этого я буду использовать акриловые краски. Матовые, глянцевые, конкретно вот эта красная у меня глянцевая. Мне нравится, как выглядит глянцевый акрил. Конечно, он не везде уместен, но мне кажется, в этом случае очень даже хорошо смотрится. Кстати, когда я монтировала это видео, у меня на этом моменте возникла ассоциация с Алисой Страней Чудес, когда Красная Королева говорила перекрашивать белые розы в красный цвет. Краску я наносила в несколько слоев. По-моему, в три слоя я ее наносила. Я недоволен, покраска, я думаю, если она коспляшит, то она бы этим, знаешь, баллончиком специальным красила. Не баллончиком, а пистолетом. А аэрографом, да, странно, что у него ее нет, потому что это очень много времени и краски бы сэкономило. Если она на постоянке что-то красит, чем более она большую площадь покрывает, ей нужен аэрограф, это как-то, ну, леймовое как-то немного. Надеюсь, накопится на лифанс и купит аэрограф. Надеюсь, задонатили, конечно, да. Верхность. Кстати, покраска это мой самый любимый процесс. Мне очень нравится работать с цветами. Вообще, я, кстати, уверен, что на No OnlyFans пошла только из-за тебя, Ярик. Типа, ну, вернее, из-за таких, как ты. В плане того, что на косплее же в России, мне кажется, нереально заработает. Сам по себе косплеер же ничего не приносит. Никде нереально на этом заработать. Ну, так виноват-то в этом кто? Ярик. Не знаю. Ну, а как можно косплеером заработать? Вообще, если честно, была такая идея, знаете, делать косплеи, ну, знаешь, в масштабах таких больших. Вот, и продавать их этим порнушным, ну, порно-актрисам. Ну, потому что, по-моему, только они этим пользуются. Типа, типа, костюмы продают? Типа, на заказ делают косплеи. Типа, в смысле, на заказ. Ну, ты, подожди, а ты говоришь, как будто они в порнухе, типа, сразу 500 человек снимаются. Это ж маленький заказ будет, типа, на двух человек. Блядь. Даже не на двух, на одного парня-то не косплеит, ничего, в порно. Да, вообще, хуйня, идея. Нужно брать там, где много персонажей. Типа, надо какой-нибудь порно-пародия, список Шиндлера, понял? Типа, косплей евреи? В Библии очень много персонажей. Да. Блядь. Ну, это пиздец, если честно. Пиздец, если честно. Список Шиндлера, ой, отстоповое видео, включай видео, включай видео. Нет, просто там, где, ну, где массовки много, вот, где массовки много, вот, прям вот, сцена, где дохуя людей стоит. А о чем, о чем вы говорите именно? На митинге было, когда Навальный выходил. 5 тысяч человек на площадь. Это надо 5 тысяч костюмов школьников. Вы говорите про то, чтобы монетизировать способность сделать костюм, или именно быть ее косплеершей монетизировать? Мы говорим про то, что мы, допустим, мы сейчас и попридумали фирму, которая занимается косплеем, и мы должны придумать такую порно-пародию на что-то, для чего нужно будет огромный заказ по косплею. Типа, очень много костюмов, желательно одинаковых, то есть, вот, типа, как форма СС, например. Типа, Гитлер Капут? Ну, я уже сказал, список Шиндлера. Ну, кстати, да-да, все погибшие советские солдаты Второй мировой, там же 25 миллионов. Пародия будет в том, что мы должны будем повторить. Да, тогда все мужчины это солдаты со стороны нашей. Но Америкосов не позовем. Они только в конце придут. В конце. Про Америкосов будет, короче, спин-офф, высадка в Нормать. Это с милфами порно будет. Куда? А мы можем просто видео продолжить смотреть? В Нормать. Вот ты сказал, и сейчас смешно стало. Планочка пробита, я считаю. О, а можно заготовленную шутку расскажу? Вообще не в тему. Но вот про высадку там чуть-чуть подходит. Я просто в детстве очень часто ездил на слет православных школ. Ну, это без шуток, это на полном серьезе. Вот. Ну, православных школ. Я что-то там у себя в голове разгонял и подумал, а вот слет мусульманских школ, он куда? Да, прямо в башню. Блядь. Да не. Ааа. Осуждаю. Я понял, почему тебя не ждет Максим на стримы. Ой, блядь. В какую нахер башню? Да. Их же две было. Тихо. Так что покраску я всегда очень сильно жду. Коля, ты видел перезалив от Тайданы типа стримосыпа? Нет. Там он буквально называется... Сами помыли? Водит по краю бана, типа... То есть... Это, ну... Каждый стрим-сып, а это вот... Ну, либо ты садишься в тюрьму, либо тебя банят на двече. Гамама. Просто решил перебить Ярика. Телесный и белый цвет. Да нет, я просто понял о мысле. Ну... Ну, правда. Я смешала цвета в пропорции один к одному, и цвет получился достаточно темным. Мне не понравилось как это выглядит. И, кстати, после высыхания цвет стал еще темнее, чем при покраске. Поэтому я перекрывала зайчиков, но уже смешивая краску в пропорции один к трем, где три это белый цвет и один это телесный цвет. И таким образом у меня получилось добиться хорошенького такого консульчного цвета. Тимур, ты спать уходила, я не буду сейчас к твоей ссылке. Я тебя вообще с этого момента не вижу. Я карандашом намечаю все необходимые узоры и также рисую мордочки. Кстати говоря, вместо карандаша, наверное, лучше использовать что-то другое, потому что карандаш не совсем хорошо перекрывается даже акриловой краской. Можете, кстати, написать мне в комментариях, чем можно заменить карандаш. Для каждой бомбочки я решила сделать свою эмоцию, мне кажется, так выглядит милее и интересней. Ребят, спасибо всем, кто меня поздравляет с 11.09. Вас тоже с праздником. Кстати говоря, в один из вечеров у меня на фоне играл Star Rail. Обожаю функцию автобоя, потому что пока ты сидишь занимаешься своими делами, твои персонажи сами себе добывают различные ресурсы для прокачки, артифакты. А ты просто наблюдаешь за этим съемком и не ставишь какое-то аниме. Кстати, играете ли вы в Star Rail? Пишите в комментариях, как вам эта игра. Бомбочки готовы и теперь можно переходить к созданию ушек. Сначала я делаю выкройку из бумаги. Кстати, выкройку лучше сразу примерить на себя, потому что у меня получилось так, что изначально ушко вышло достаточно длинным и мне уже после покраски пришлось его подрезать. Такой вот вам спойлер. Далее я перевожу выкройку на толстый фуамиран. Толстый фуамиран лучше резать не ножницами, а именно ножом, потому что так срез получается более ровный и аккуратный. Раньше, если честно, я забивала на это и резала толстый фуамиран ножницами, но однажды меня это очень сильно подвело, поэтому я теперь не допускаю такой ошибки. Чтобы ушки были более реалистичными, я сглаживаю эти острые срезанные края с помощью наждачки. Так края будут более округлыми и будут выглядеть реалистично. А вот, кстати, пригодился мне тот самый маленький пылесос, который я недавно показывала в своей распаковке. Очень удобная вещь, он всегда стоит у меня на рабочем столе и я довольно часто его использую. Чтобы придать ушкам нужную форму, я прогреваю их с помощью строительного фена. Да-да, в этот раз я использую именно его, потому что так работать со фуамираном... Нет-нет, ну что она говорит, типа, что она использует пылесос вот этот карманный. Намного удобней. И работаю я, кстати, в перчатках, потому что... Это такая попытка оправдать бесполезную покупку. Пока ушки теплые, я быстро придаю им нужную форму, потому что когда они остынут, их уже невозможно будет погнуть. Крепление я придумала, мне кажется, просто гениальное. Я сделала два вот таких вот отверстия, в которые я вставила обычную невидимку для волос. И эту самую невидимку я просто вставляю в волосы, еще лучше будет вставить ее прямо в сеточку парика. И таким образом ушко держится очень крепко, даже при повороте головы. Еще и крепление не видно, по-моему, очень удобно. Ну а, получилось неплохо. Крашу я ушки также акриловой краской. Тон стараюсь намешать максимально похожий на мой цвет кожи. Ну не зря, видимо, Касплеер занимается. Ушки я также крашу в несколько слоев. Для реалистичности я немного подрумяниваю кончики ушей. Охуя и механическая клава. Но все необходимые мне элементы готовы, можно отправиться на фотосессию. Кстати, напишите в комментариях, если в вашей коллекции персонажей в Геншине клип. Лично я пропустила ее баннер и мне немножко грустно от этого, потому что клишечка мне очень нравится. Жаль, конечно, что клишечка слишком лолечка для меня. Поэтому я сделала косплей на ее, так сказать, взрослую версию. Кстати, фоточки в образе Ки я уже выставила в свой телеграм-канал. И помимо фотографий в косплее, я также выкладываю туда бэкстейджи со своих съемок. Это вообще-то проблема. Ну, Клани, а как ты ребенка закосплеишь? А ей же 900 лет там или нет, по-моему, по лору? Или уже никого не волнует это? А это другая. Это просто эльф. Их там много. Кли, сколько лет давай. Давай. Три тысячи. Да это не ей. А. Ой, блядь. Как роблокс генерирует? Доход. Глубокое погружение в бизнес-модель Роблокс. Так, это я оставлю почитать все. Эээ, блядь. 10 октября 2020. Два года. Ну, кстати. А. Неизвестен возраст негативного. Не раскрыт в игре. Поля. А, ну тут, короче, я так понял, у них у всех нету, да? Я понял, понял. Просто у всех нету и нужно у всех догадываться. Не-не, у них есть, просто у нее нету. Ну, значит, больше 16. Ха-ха-ха. Как бы ее добавили, если было меньше 16? Это же бред. Типа, ее могут ударить в игре? Да. Ну, это бред делать персонажей, которого могут ударить, которым меньше 16. Это же как с Half-Life. Они хотели вначале детей туда добавить, а потом поняли, что это же можно будет в ребенка стрельнуть в игре. Коля, игру китайцы делают, там вообще похуй. Блядь, Ярик, ты меня забанишь. Я думаю, что у меня же есть квест, где нужно расстрелять детей. Типа, ну, эээ, типа. Ты меня забанишь. Да, в Китае.